Социальные сети, канал связи, общество с властью. На обращения в соцсетях, будь то ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграме, представители органов власти реагировать обязаны. Особенно, если проблемы вопиющие. Вот едем по ровной дороге, заканчивается Батаревский район, и начинается Яльчевский. Юмор для соцсетей, поле деятельности для органов власти. Другой курьезов в Новочебоксарске. Бордюры новые, асфальт старый. Как выяснилось, поворот к поликлинике изначально не вошел в план ремонта улицы Винокурово. В настоящее время ведется разработка проекта смертной документации по ремонту асфальто-бетонного покрытия данных тротуаров. Ориентировочная стоимость работы составит полтора миллиона рублей за счет собственных средств бюджета города Новочебоксарска. Спасибо вам, что вы уже такую работу проделали. И, коллеги, обращаю внимание, что когда вы такие масштабные проекты планируете и реализуете, обращайте на такие мелочи. Выезжать на место, смотреть соответствующие предлагающие территории и особенно обращать внимание как раз на такие социальные объекты. Поликлиники, школы, детские сады. На дорогу в Яльчевском районе, кстати, средства тоже выделили. Теперь осталось принять во внимание и другие замечания и пожелания, высказанные в соцсетях. Прекрасный вид на реку Сура портит. Вот такая картина. Склоны также завалены мусором. Ни в не один год эта свалка несанкционированной твердых годовых отходов здесь образовывалась. Посмотрите, это буквально в 100 метрах находится. От центральной улицы юбилейной, центральной улицы микрорайона. О городских свалках жители «АллатРа» несколько раз писали в местную газету и рассказывали о них в сети. Мы принимаем все это во внимание. В течение мая месяца, после праздников, эта свалка будет в рамках двухмесячника убрана. И второй вопрос, это по улице Белинского. В рамках исполнения муниципального контракта обслуживающая организация провела работы по санитарной уборке улицы Белинского после проведения субботника жителями. Там вопрос снят. В сложной ситуации оказалась многодетная семья из деревни Кадикасы Маргаушского района. Они получили земельный участок еще в 2014 году. С того времени условий для стройки так и не появилось. Нет ни водопровода, ни газа, ни электричества. У нас на сегодняшний день, если вы посудите, у нас более 350 гектаров переведены в границы населенных пунктов, где более 2000 человек в городе Чебоксар, Новочебоксар, Маргаушский район сегодня представлены земельные участки, многодетные земли, где нет инженерной инфраструктуры. Мы сейчас участвовали в конкурсном отборе сельхозом по комплексам сельскохозяйственных и по проектированию инженерной инфраструктуры. Пока у нас всего три таких массива. Мы туда включили, нам выделили 5 миллионов 893 тысячи рублей. Это решит лишь малую часть проблемы. Коммуникации – дело дорогостоящее. Возможный выход, отметил Олег Николаев, включение работ по проводке сетей в госпрограммы комплексного развития села или комплексной застройки. Когда мы вот эти решения будем принимать, может быть, через какой-то индивидуальный опрос самих многодетных семей, вот каким-то образом понять, какие территории все-таки будут застраиваться и идти с инфраструктуры, прежде всего, найти площадки, где у нас, ну, больше вероятность, что они будут застраиваться. То, чтобы у нас так не получилось, что мы подвели туда инфраструктуру, а эти земли не будут застраиваться, и в итоге мы просто закопали миллиарды денег опять в землю. Потому что это тоже очень важный вопрос. В связи с этим, вот, давайте себе такую задачу сформулируем, поищем эти варианты. Это уже второе совещание по обращениям граждан в соцсетях. Все озвученные проблемы Олег Николаев берет под личный контроль. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.